Целенаправленная работа по предоставлению культурных услуг отдельным славям населения республики началась в Театре кукол еще в 2009 году, когда появился первый социальный проект «К тебе сказка в дом пришла» для лежачих детей-инвалидов. Проект 2010 года адресовался как детям, так и взрослым с ограниченными возможностями. В 2011 началась терапия театральным искусством. В феврале 2013 года приступили к реализации уже второго его этапа. В апреле спектакль «Беда от нежного сердца» был представлен пациентом Новочебоксарской городской больницы. Через пять лет активной плодотворной работы по реализации проектов, поддержанных грантами Минкультуры России, коллектив театра подвигли на новый проект социальной направленности. С 11 по 16 октября в столицу Чувашии пройдет первый международный фестиваль. Особенный фестиваль для особенных зрителей. Одинаковыми быть нам не обязательно. Можно даже смело сказать, что аналогов данного фестиваля в мире нет, потому что это единственный фестиваль в мире, который появится, который раздается у нас в Чебоксарах. В данном проекте, когда мы уже собирали, приглашали коллективы, выбирали спектакли, действительно нам хотелось, чтобы данный фестиваль был интересен как детям, так и взрослым. В мероприятии примут участие театры Кукол из Мариэл, Молдовии, Татарстана, Удмуртии, Хантамансийского автономного округа, Чувашии и Подмосковья. Приедут также коллективы из ближнего и дальнего зарубежья – Болгарии, Казахстана, Литвы, Сербии и Украины. Выступления участников театрального форума пройдут на различных сценических площадках республики, оборудованных всем необходимым для создания безбарьерной среды. Библиотеки, ДК, школьный актовый зал – это, конечно, не театр. Однако отличие от обранных спектаклей именно в мобильности. Во-первых, формат фестиваля, он ведь такой разъездной характер должен иметь. Мы должны в любой момент к ребенку или к революционные центры, или в дома ветеранов приехать и развернуться. Там, соответственно, таких условий нет. Да, мы здесь создадим максимум условий для того, чтобы красоту спектакля показать. Но каждый этот спектакль может существовать автономно, без учета профессионального света. А звук, он всегда профессиональный. Стоит отметить, что в настоящее время работа коллектива ведется многовекторно. Это и мероприятие в тесном взаимодействии с Минкультурой и Минздравсоцразвития Чувашии и непосредственное сотрудничество с Центрами реабилитации социальной защиты и регулярные совместные акции с социальными партнерами. Как отметила на пресс-конференции председатель Республиканского совета женщин Ольга Зайцева, в партнерских отношениях организаций с театром зародились много лет назад. За это время они поняли, что только совместными усилиями можно добиться результата в деле реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Только силами здравоохранения мы здоровы не будем. Есть международные цифры, которые говорят о том, что здравоохранение может помочь в 15% только. Остальное все. Это наша с вами жизнь. Самое важное – это отношения, любовь друг к другу, взаимопомощь, взаимоподдержка. Вот что мы и хотим показать работой этого фестиваля. Организаторы надеются, что этот необычный театральный фестиваль с нарочито подчеркнутым повтором в названии, указывающим на нетрадиционный зрительский формат, будет достойно развиваться и обретет со временем завидный статус престижного, где передовые театры с активной гражданской позицией будут не только выступать с лучшими спектаклями, но и учиться друг у друга профессионально и корректно обслуживать зрителя, требующего к себе особого внимания.